А мне всегда летать охота. И сейчас. И не только во сне. Николай Сергеевич с детства мечтал покорять космос. После окончания школы поступил в училище, где учился первый космонавт. Как и Гагарин попал в авиацию Северного флота. Только вот космонавтом так и не стал. Не подошел по росту. Зато стал профессиональным летчиком. Пройдя путь от помощника командира корабля до командира морского ракетоносного полка, он научился самому главному – любить Родину. И сегодня чувство патриотизма и гордости за свою страну воспитывает уже в подрастающем поколении. Гордиться нашей Родиной, страной всегда нужно. Нельзя забывать заслуги. Нашей страной был запущен первый искусственный спутник Земли 4 октября 1957 года. Был запущены первые наши собачки-лайки, которые слетали в космос и вернулись, облетев вокруг шарика. Был наш первый космонавт Юрий Алексеевич Гагарин. Была первая женщина в космосе, Валентина Терешкова. Кстати, единственная, которая выполнила одиночный полет в космос. Был Алексей Леонов, первый вышедший в открытый космос. Вот о котором будет фильм. Больше 50% работы в космосе выполняет наша страна. И в космос сейчас летают две страны, Россия и Китай, на своих ракетоносителях. Америка летает на наших. И когда нам говорят, что мы ничего не умеем делать, пусть посмотрим, кто кого увозит в космос. Вместе с Николаем Наружным на спецпоказ пришли десятки анапчан. Фильм основан на реальных событиях. О первом в истории выходе человека в открытый космос, который совершил Леонов в 1965 году. Но в атмосферу 60-х годов зрители смогли погрузиться еще на входе в зал. Там развернулась мобильная выставка «Космонавты на анапской земле». Ее полную версию можно посмотреть в Краеведческом музее. Здесь у нас представлен быт того времени, простого советского человека, когда каждый мальчишка хотел стать космонавтом, полететь в космос. Когда люди мечтали о звездах и слагали о космосе песни. Название выставки «Летящие к звездам». На черно-белых фотографиях вся история советской космонавтики в лицах и событиях. Также здесь предметы быта, информационные вырезки и документы. Есть и уникальные предметы, как, например, эта пластинка с документальными записями голоса Юрия Гагарина. Все экспонаты – личный фонд музея. Его постепенно пополняют сами жители. Анапу и космонавтику связывает тоже очень много. Во-первых, на Кубани родились очень многие наши известные космонавты. Это Светлана Савицкая, Виктор Горбатко, Геннадий Падалко и многие другие. А в Анапе в 70-80-е годы работал спеццентр по подготовке космонавтов к работе в экстремальных условиях. Космонавтов, летчиков и так далее. И вот у нас остались только в нашем музее уникальные фотографии тех времен, именно о работе этого центра, какие-то даже предметы. Выставка в отделе краеведения археологического музея продлится до 16 апреля. А фильм «Время первых» будет в прокате две недели.